Итак, зрители, всем привет! Продолжаем нашу Армению. Как вы помните, в прошлой серии в мир, на наш континент вторглись Ацтеки. Они уже здесь обосновались, в принципе, и сейчас напали на Андалусию. Но я надеюсь, они её целиком заберут. Не хочется, чтобы они развалились в самом начале. Они, кстати, смотрите, чем ещё обладают. Мечтают о завоеваниях. Эта характеристика помогает АИ быть более агрессивными. То есть, сейчас Ацтеки будут агрессивнее, чем в обычной игре. И это уже круто. Потому что обычно, как мы их знаем, они сразу на этом не останавливаются. А сейчас, надеюсь, они пойдут дальше. Так, смотрите, что ещё у нас здесь есть. Помните, в прошлой серии также у нас пришла какая-то женщина африканской внешности. Давайте её найдём. Вот. И она будет нам, типа, делать бессмертие, я так понимаю. Но мне кажется, что она шарлатанка. Мне уже об этом писали в комментариях. То, что базовое значение у неё очень маленькое военного навыка. И, скорее всего, она шарлатанка. Но нам сейчас сильно рисковать нельзя. Потому что... У нас наследник это племянник, который бастард узаконенный. А, кстати, как она догадалась узаконить бастарда? Типа, это же не его сын, это... То есть, это или мод так сделал, чтобы сохранить нашу династию? Или обычная игра уже такой способна? Хотя, что-то я обычной игре не доверяю. Может быть, мод, скорее всего, это сделал? То есть, чтобы спасти нашу династию? Догадалась, гадина, а? Он догадалась. Не ожидал искусственного интеллекта такого. Ладно. Потом, когда выйдет уже сообщение от этой вот... Не гритосочки, мы уже и придумаем, что делать. Потому что нам сейчас рисковать вообще нельзя. Несмотря на то, что вы не питаете особо любви к вашему Сюзерену, недавно 20 лишь слухи о том, как сильно Вазелес и Евангелиос вас недорюбливают. Вы склонялись не верить в них. Однако взгляд, который Вазелес и Евангелос бросил в вашу сторону при вашей последней встрече, убедил вас в обратном. Несмотря на то, что вы не питаете особо любви к вашему Сюзерену... Окей. То же самое, что они писали. Классно, еще испортили с ним отношения. Так, я надеюсь, здесь музыка не будет брыкаться, как в предыдущей серии. Собственно, подлагивания уже начались. Да, у меня температура за окном плюс 40, поэтому мой компьютер плавится. Особенно пропеллер, который пластмассовый, и он начинает у меня плавиться. Так, насчет Византии. Я надеюсь, ты здесь справишься. Ну, в принципе, большая куча войск у нее здесь есть. Почему-то она остальные остатки вот эти вот не разбирает. О, нападает, давай. Давай, давай. Так, кстати, заметьте, что у нас здесь еще есть. Этот вот мужик... Авантюрист. Он сейчас грабит нашу столицу. А знаете, что у нас в столице есть? В столице есть наши артефактики. Я не хочу их потерять. И, блин, такой гарнизон маленький, что капец просто. Нужно, походу, сейчас быстренько вот так вот добивать. Ой, да не, вроде немного потеряли. И идти отбивать этого. Потому что есть шанс, что мы можем потерять некоторые вещи из нашего сундука. Так, я надеюсь, ты не забытьешь на нас. Так, священный сосуд. Вечером Ауа стучится в ваш покой. Она несет свой большой керамический кувшин, расписанный орнаментами с животными. Вас это озадачило, и вы позволили ей вовести. Ученик Абас. Я довольна проведенным тобой жертвоприношением, сказала она. Усаживаясь на пол. Кувшин она ставит перед собой. Твои предки обрели покой, но я думаю, что необходимо так отдать им твою силу. С этими словами она снимает крышку с кувшина, и вы слышите шипение. Огромная змея бросается на вас, вам остаются уповательщины собственные инстинкты. Короче, знаете что? Нужно все-таки убежать. Потому что... Здесь что-то тяжелое. Пытаться схватить книгу со стола. Это рискованная змея может вас укусить. Давайте вот, короче, выберем бежать, но что я хочу сделать? Мы правы или нет? Я сейчас хочу читернуть, и узнать, шарлатанка она или нет. Но при этом мы сделали уже свой выбор, поэтому мы... сбежим от нее. Так, смотрите самую нижнюю, ну, предпоследнюю строчку на ID. Это, наверное, Life Mystic, Mystic из Fraud. Fraud как-то читается. Ну, короче, это означает то, что она шарлатан. Такие вот дела. Короче, ребят. А если бы мы вот даже вот это вот выбрали, вот это мы бы все равно не стали бессмертным. Она бы какую-то фигню бы нам сделала. Поэтому все-таки спасибо тебе, кто писали в комментариях то, что она шарлатан. Ну, возможно, вы спасли наше будущее. Ладно, давайте прогоним ее нафиг. Куда она свалила, интересно. А, ну, понятное дело, сюда. Ну, понимаете, мы все равно ушли в плюс. Мы избавились от трусости и получили храброго. Где храбрый? Вот, храбрый. А мы были и трусом, прикиньте. А теперь мы вообще жесткий чел стали на самом деле. Только бы в сумасшедстве вот бы лишиться. И вообще были бы статы офигенные. Вот изуродность уже никак, наверное, не исправить. Хотя, вроде как-то можно там отрастить конечности. И изуродность, наверное, тоже можно. Ну, это с помощью магии там всякой. Так, я сразу все сообщаю вам о готовящейся церемонии коронации в Картли. Там я буду официально коронован как царь Грузии в присутствии Девы Марии. И ваше присутствие было бы как нельзя кстати. К сожалению, война мне не позволяет. Угу. Так. Что-то ты медленно насаждаешь. Классно, мы еще стресс получили. Супер. Так. Давайте возьмем теологию. Управление. Пожалуйста, мне... Хорошо. Кстати, знаете, что я еще заметил? Эта Ганина хочет нас убить. Хоть не забыл. Давайте сделаем вот так вот. Ну, разводиться я с ней не буду, потому что у нее очень хорошие навыки. Так, слышишь, ты не пойдешь сейчас на нас, я надеюсь? Давайте как бы... У нас полководца что ли нету? Да нет, все есть. Сейчас походу все заняты мир всеми делами. Ладно, пусть так будет. Черт, они пошли на нас. Давайте, похоже, уйдем. Все-таки давайте уйдем. Хотя их тут не так-то и много, но я не хочу сейчас рисковать. Нужно сначала от этих избавиться. Все-таки шанс потерять вещи не маленький, понимаете? Да еще и модификатор этот несколько лет, и на 25% от налогов. Это вообще неприятно. Ого, не штурмует, господи. Ладно, давайте... А, здесь кто-то уже осаждает, поэтому давайте свалим сюда. Все отлично, давайте вот сюда вот. Ух ты, господи. Шарванские земли. А, ну так и здесь зарастризм был, поэтому, в принципе... Ну так вот это вот неприятно. Кстати, знаете, что я еще заметил? Говорил вам или нет, не помню, но Азербайджан теперь его. Прикиньте, вот. Ну так я вам не покажу, потому что им под Византией короче, вот его территории. А знаете, как он его получил? Смотрите. Вы, короче, помните, дали вот этому мужику. А они, блин, из одной династии, понимаете? Они из одной династии, они передохли, и этот он наследовал. Теперь у нас Азербайджан из двух провинций. Ну, хоть все его провинки. Такие вот дела. Вот. Фиг с ним. Это самое. Вот с ним нужно отношения улучшать. Очень причем сильно. Семь. Нужно очень... О, так, в принципе, мы можем уже поставить. Так, конечно, этого жал... Ну ладно, пофиг абсолютно. Поставим этого, и давайте... Придворный шут. Блин. Что-то я думал, ты мне больше, это самое. Ах, он искал артефакт наш. Ну ладно. Еще и крестьяне, да? Так, они объявили войну. Кому? А, они объявили все нашему этому господину. Ну, отлично. Надеюсь, он с ними справится. Надеюсь. Блин, да тут опять эти. Да, господи, блять, нас отстанете. Стояли здесь, и пришли сюда, заколебали. Так. Ну тут эти должны как бы тоже нам помочь. Я очень надеюсь, что вы подоспеете. Не хочу я эту войну слить. Не, ну мы ее не сольем. В любом случае, у нас в два раза больше войск. А, так-то еще здесь и эти были. Поэтому, в принципе, ага. Стащить должны. Хотя они тоже жесткие, на самом деле. Не, ну мы все равно выиграем. Так, что ты хочешь? За ручьи с поддержкой, окей. Знаете, что еще сейчас с нами делают? Давайте заговорчики зайдем. Так, Алеппо. Сменить власть. Это вот не круто, когда они такое делают. Потому что мы можем потерять с ним хорошее отношение. Ух ты, господи. Подожди, подожди, подожди. Ты воюешь с ним? Подожди, подожди. Алеппо, Алеппо, Алеппо. Ты напал даже на него? Табрисов, Пуркаракан. Смена власти. Это, короче, один из вассалов. Его станет, короче, главой какого-то титула. Но это не круто, потому что отношение у нас с ним соточка, нам нельзя терять вообще такого человека. Заключай мир. Ты что? Так, давайте этого сюда отправим, этого сюда. Султан. Этот, а, это Зандалуса. Э, а что вы только эти взяли? И что за анклавы? А, они, кажется, захватывают те провинции, которые они осадили. Потому что, как они такие анклавы могли получить, я не в теме. Ну ладно, жалко очень, конечно, не все забрали. Но войск, войск у них много, поэтому, я думаю, они еще дальше пойдут. Хорошо, война завершится. Так, при этом, нет, ты уже не воюешь, да? Все, ты уже больше не воюешь. Отлично. Так, что этот гад творит? Что здесь бродит гад? Фиг с ним, короче. У нас почти 10 тысяч войск. Это уже хорошо, бракаться на нас не будет. Слушай, иди ты знаешь куда. Он заколебал уже, его нужно как-то убить. Мы пытаемся его убить? Нет. А что мы его не можем убить? Я не помню, чего такого случилось, что мы его теперь не можем убить. Так, слушайте, давайте-ка здесь встанем, штурманем. Пойдем сюда. И денег, кстати, у нас уже тоже много. Но пока я терять, тратить их не хочу. Потому что мало ли, что может случиться. Так, что здесь такое? С кем ты воюешь? Теперь Азербайджан напал. Да вы заколебали, вы не будете с ним воевать, вы не понимаете? О, все. Захватили нашу пересветь территорию. Ну, зато мы эти заберем. Здесь, в принципе, знаете, три провки еще, плюс вот эту можно потом под ее разобрать. Ну, священка на них не пойдешь, потому что еще аббасиды пригутся. То же самое, если мы на них нападем, то эти пригутся. Ну, не глядите, какие слабые. Но все равно, когда они набегут, вместе. 90%. Ну, все, короче, это сейчас забираем. 100. Отлично. Супер просто. Давайте разберемся с вот этими вот. Византии, чтобы не отвлекалась. И знаете, что еще я хотел сделать на Каспийском море? А я хотел сделать здесь торговую республику. Но, как оказывается, игра считает Каспийское море озером. Ну, просто он не имеет выхода к океану, и поэтому оно так как бы и считается. Но, я бы хотел здесь сделать торговую республику. В принципе, здесь нормальные территории для торговой республики. Даже в таких годах. И жалко, что, как бы, не получится у нас. Деньги летели бы просто, знаете как. Так, давайте кому-то отдадим тогда эти территории. Кому их отдать? А, так лекарь у нас есть, нет? О, давайте этого сделаем. Кому же их отдать? Ладно, давайте глянем. А может быть, пригласить кого-то еще? Да, еще больше у нас этих. Так, а ну-ка, Афины. Ладно, пробка у Афин. Так, Ахея. Ахея уже получше. О, давай-ка нам. Бомжев тоже не хочется приглашать тупых, потому что вдруг они в совет захотят. А это вроде еще более-менее. Тихо, полководцем сделать. Ого, у него есть еще и на Эпирус. И сюда. Нормально, слушай, чувак. Нормально. Давайте отдадим ему эти территории. Табаристан, пусть будет Глан у него. А это сюда. Провки вроде не отличаются особо. Так, а что это? А, провинция в Хаосе. Отлично. Супер. Так, ну теперь, сколько он будет собирать войска? Ну, примерно через год, полтора у него будет уже нормальный войск. Нормальный, конечно, будет через два года, но хотя бы не появится у него. Атака отношения. А, ему нужно герцогство отдать. Он хочет герцогство. Оп. Все, теперь соточка сразу же. Конечно, можно было ему отдать вот эти вот замки. Вот эти можно было ему отдать. Но таким образом он бы стал бы очень сильным. Но зато с такими отношениями, конечно же, и войск больше было бы, и ополчение больше бы дал. Но я боюсь, что когда мы будем играть с нашим племянником, ну или с сыном, если он получится у нас, то отношения же слетят. Конечно, там будут некоторые, оставшиеся после нас, но все равно. Делать сильных вассалов тоже как бы нужно с осторожностью. Конечно, у этого всего две провинции можно было, конечно, и отдать. Поторопился, может, немного простые. 50% давайте. Блин, аж так и манит напасть. Так и манит. Ого, у тебя претензии. Капец. На все наши почти территории. Так. Насчет эти отношения с этими. Нужно его как-то выпрямлять, что ли? Можно засунуть вот этого лояльиста вот сюда заместо этого. Да, можно так и стоит сделать. Угу. И ну, подожди, а советник у нас, советник у нас вот этот, да? Блин, с тобой тоже отношения плохие. Нужно как-то будет на этого напасть. Как-то. О, здесь еще и ребенок. Давай, давай. Смотрите, они что уйдут? Господи. Они еще ушли. Давайте так вот сделаем. Мы не прифигели случаем, а? Так, он хоть там войска пополняется? 3000 фасалов уже имеем. Конечно, было и больше. Почему-то ты теряешься. А, ну здесь болезни, ясное дело. Ну и на 100% нафиг. Так, а предлагает ворота закрыть? Не, ну мы пока подождем, пока она пойдет поближе. Торопиться пока не будем. Все отлично. Если они тебе могли с этим справиться, теперь давай ты сама здесь справляйся. Нужно еще вот этого схавать. очень нужно. Так, слушайте, а мы не можем сейчас наших священников испортить? Испортить? Нет. Попытка похищения. Насчет попытки похищения. Вот у этого вроде нельзя. Здесь нету попытки похищения. Вот здесь просто нету, понимаете? Вот что это такое? Почему там она есть, а здесь ее нету? Может, надо как-то, чтобы именно наши? Да нет. Я не знаю, почему здесь есть, а там нету. Вроде вассал, и все, и контроль имеем. Но нет. Так, 10 тысяч с половиной неактивные члены. Давайте-ка улучшить отношения, пробуем с... Вот с тобой нельзя. Сам собой живут. Так, а Лепа у нас... Лепа здесь. Давай-ка лучше с этим. Он у нас все равно в совете сидит. Так, а боли в животе это не круто, на самом деле. Так, ты у нас там какой-то там... Ты просто богослов, да? А, кстати, нас сейчас лечить будет этот мужик. Он нормальный, знаете. Так он мистик, и я им не особо доверяю. Не помогло. Мы лечимся у придворного лекаря византийской империи. Прикиньте, какая честь. Прогулившись по полным коридорам, вы, как обычно, заклинули в одно из лобежевных помещений и заметили, как поликарпус, погрузившись в работу, вот-вот грохнется на рабочий стол от усталости. Прекрасная возможность помочь коллеге, ведь в долгу он не останется. Тяжелый взгляд, полный обреченности сменяет улыбка. Так он-то грек, как халкидонец. Я бы тебе, конечно, профки бы отдал. А, стойте. Так ты ж не наш, чувак. А можем? Нет. Ты, кстати, с Акеларией. Имперский бюрократ, правление плюс два. Круто. Какая вера? Какая вера в Алепо? Халкидон, ствол, ты е-мое. Да, вот это минусы быть византийской империи. Но мы, короче, наращиваем силы и будем, короче, из этой крыши выбираться. Так, вы потратили весь вечер разговор с стратегией совахагом. Слушай, как он объясняет вам всю важность своих добродетелей. Разговор переходит в оживленные дебаты, которые вы рассчитываете выиграть. Так, другую тему. Я жульничаю. Так, а мы как вообще? Ой, на С0 здесь, С0 здесь. Слушайте, а на три года дипломатии, образованность. Давайте образованность. Пофиг на эти отношения. Ну, единичку получили уже. Хорошо. Хорошо. В принципе, пойдет. Так, ну, получается, нам нужно сейчас нужно святогоща поймать и стать чародеем. Прирост, конечно, очень маленький. Просто мы жадны, амбициозны. И на этом пока все. Мигрень. Блин, это плохо. Слушайте, так у нас еще сейчас со здоровьем очень даже все нехорошо. Хорошо, на нем писать им здоровье. Так, подождите, а здесь случайная эпидемия не... Да нет. Ну, вроде можно закинуться, если она так будет близко. Давайте опустим ворота, ладно. А, вообще, коронацию давайте проведем. Потом опустим. может удастся с кем-то отношения улучшить. Так, ну ты воюешь, да? А, ты уже не воюешь. Хорошо. Отношения, конечно, плохие у нас, но что поделать. Ладно, смотрите, если он умрет, придет мужик из другой династии, я эту Грузию себе заберу. Вернем ее себе, потому что какой смысл тут и Грузии, если здесь будет править не наша династия. Заберем его хапку под Византийскую империю. И все. У них же, культура у Грузии это этих. Византийская, да. У нас тоже Византийская. Нет, давайте оставим свое имя. Ну, мы это все уже читали, поэтому давайте так оставим. Взокомерно стали. надеюсь, как-то прибавит нам. Да, плюс один прибавило, хорошо. Опа-на. Коранционный пир уже начинает подходить к концу, и вы замечаете, как все больше и больше времени кампании в стратегии Савахага исправляют вино и делят друг с другом историями. Несмотря на то, что вначале вы бы так не подумали, похоже, что вы получили отличное понимание друг друга. Близкими друзьями стали, Или нет? Счастливый. Довлетворил амбиции. Нет, мы не стали друзьями. Там был шанс, похоже, но нет, не стали. Ну, в принципе, ее отношения хорошо подняли. Так, а вот Тиф. Так, значит, Тиф это не от оспы. Нужно опустить сейчас туда ворота. Надеюсь, вы знаете, что делать. Давайте понемножечку будем. Так, гневный, военный, терпеливый. А утерпеливый уже хорошо. Все тоже приходят, типа. О, отлично. Отлично, уже хорошо. Надеюсь, мы это переживем, потому что у нас здесь минус 2, здесь минус 1, здесь минус 1, здесь минус 4. Мы можем отъехать. Я вам это точно говорю. Хотя здесь здоровье, ну, немножечко дает всего лишь. Нам бы собаку подарили бы с охотой, было бы очень круто. Легкое исцеление. А так еще гневный можем получить. Ой, да это это чало. Каких-то левый чало позвали сюда. Нафига не нужно здесь у нас. 100 престижей получили. Что-то Оспа не движется. Не хочу пока ворота закрывать наши. Так, а вот сейчас перемирие до 92-го года, 932-го года будет у нас. А вот здесь что? Кого вы все хотите долг отдать? Хамадин. Хамадин это у нас Хамадин. Вот черт, и он мирит, а то мир. Господи, нужно как-то реальное отношение улучшать, что это не дело. Давайте-ка поставим вот этого. Оп. А вот ты, чувак, давай до свидания. Давай до свидания. Так, ну все, набегут люди. Надеюсь, нас не спалят. Очень на это надеюсь. Так, пока здесь ничего трогать не будем, потому что денежки медленно, конечно, идут для такого большого королевства, как мы. Но мы еще платим в Византии почему-то 0,09. 0,08. Что-то мы очень мало платим, на самом деле. Я рассчитывал на побольше. Кредит еще взял. Блин, вот бы дочку за него отдать. Так, духовник отъехал. О, с этим отношением... Блин, с этим отношением уже более-менее хорошее, и у него навык тоже хороший. Воливо мы не поставим, потому что там сейчас модификатор. Или нет. Может, будет поставить. Ну ладно, давайте колонии сначала. Так-то по религии вроде бы неплохо, но эти... Главное, что он апостолизм поведает. То есть он уже будет работать над этой провинцией. И это тоже. То есть они все работают над своими провками. То есть мы же здесь ничего не делали, а они сами. Так, что там у нас с отстеками? Вообще... О, захваляш сюда, ушли в Африку. Так вот спросите, нафига вам эти территории нужны? Они же голимые. Мятежи у них там всякие шииты во фурцете. Какие-то там религии у нас есть. Сунизм, шиизм чуть-чуть. Вы давайте лезьте сюда, в Францию, которая, блин, такая империя здесь была красивая, но нет. Моравия чуть подразвалилась. Здесь до сих пор эти мусульмане правят хазарской культуры. а гусской, одинаковый портрет. Так, хорошо, что мы сейчас делаем? Чуть копим войска. Да, хотя, кстати, у нас и так нормально вроде войска. Пробуем сейчас напасть на вот этого. Как ты... Да что ж вы такие все гады-то такие, а? Франди это. Какая разница, какая там честь и все такое. Вам нравится нападать на сильных, высосливать население государства? Или же быстрые войны водить? Жесть какая-то. Надо было этого загнать в совет, но все равно бы ситуация не особо поменялась. Ситуация бы не особо поменялась. Так, но ты это отношение чуть улучшаешь, да? Слишком ширина владения. Блин, нужно эту единичку как-то повысить. Ну, я не хочу провоку отдавать, просто все провки они нормальные у нас. Да вообще, это динстическое пятно. А, нет, пятно нет, мы просто тиран. А пятно, кстати, было у кого? Помните, было динстическое пятно? Или оно ушло? Тем просто тиран. Короче, я уже не помню, что у нас было в прошлых сериях. Так, ну тиран, оно исчезнет, да? Через 5 лет. Только я не знаю, когда мы его получили. Давайте, помолимся. Так, кстати, насчет дань. И у нас же с этим дань? Блин, а что? Мы же требовали дань. Что за фигня? Почему она слетела? Опа-на. Забившись в логово барсука, я выкрепил свой разум, чтобы защитить себя от этих воющих теней, приседующих меня снаружи. Понятия не имею, как долго я прозрачал здесь. Так, смотрите, можем получить умеренный и усердный, но это нам сейчас не нужно. Ну, просто сейчас посмотрим, как я здесь... Ну, сервис, кстати, круто, на самом деле. Но, вот что нам здесь нужно. Лишаемся сумасшедшей, мы можем получить одержимый. Но это шансы. Мы можем лишиться сумасшедшего, а можем не получить одержимого, либо же еще получить добавок одержимого. Ну, я вообще надеюсь на первый вариант. Не лишились, да? Хоть одержимого не получили. Так, ты заплатишь просто денежки? Черт, но я с ним воевать не хочу, потому что отношения испортим. Блин, мы так тоже испортили чуть. Ладно, у нас еще будут попытки, еще будут попытки. А можем отправиться в паломничество? Нет. Ладно, давайте пир тогда. Чуть пир проведем. Нужно отношения все-таки лишать. И летнюю ярмарку заодно. Так, а это давайте грохоти. Так, а ты войска тоже давай. И попробуем вот на вот этих вот накинуться. Ну, ты, понятное дело, хочешь. Они все гады, ну, почему уж такие? Жесть какая-то. Ну, так все денег вообще нет. Ну, на этого все захотят, конечно же. И ты аривист, почему ты не религиозный вот этот? Могли бы тогда напасть на этого, по-любому бы дали. Будет ты религиозным. Вартан. Да, соперниками придется оставать с этим. А варская культура процветания увеличивается. Так, лишаемся черты справедливой. Фуф. Ну, это все из-за этих деволопоклонников, блин. Жертвоприношение святого, блин. Надо как-то... Давайте, знаете, что попробуем? Массалы. Посмотрим наши здесь ребят, которые плохо к нам относятся. Вот ты к нам плохо относишься. именно священников, которые... Вот тебя давайте пробуем поймать. О, кстати, так ты еще и нечастливый священник. Так, мы тебя поймаем и сольем на задание вот этому вот. Окей. Так, вот Карен тоже стоит лезть, но ты сейчас... Ох ты, господи. С Афаридами. А что Сафариды хотят? Просто подчинение. Блин, но это не круто. Я хотел сам Карен хавать. Те Сафариды заколебали, честное слово. Нам нужно, короче, потом будет эту пробку тоже. Герцог это забрать себе. Кажется, будет такой... Такая кривая территория сюда, но пробки богатые. Посмотрите, здесь торговые пути проходят везде. Даже здесь. То есть, получив ее, можно, в принципе, немного войск поднять. Немного. Ну, конечно, по отношению к войскам наших противников это немного. Утверждаем схему. Так, кстати, а мы же почему-то не сделали центр внимания на эту провинцию. Прямо исходной болезни здесь нету. Что-то ОСП трется, трется. Но это, блин, за ней у нас войска теряются, конечно. Если бы не она у нас была бы 10.014, нафиг. Если не больше. Вот эта штука надо, чтобы исчезла через 7 лет. Вот, блин, из-за этого как раз мы и страдаем с нашими патриархами всякими. Так, а вот регента. Блин, давайте вот это вот сделаем. Можно с ним все-таки поднять отношения. Все-таки придется сделать его этим. Хотя надо было оставить человека, который в управленку больше. Ну ладно, пусть будет этот. Я не рассчитываю сейчас не быть в состоянии управлять государством. Я издаю указ об организации большого пира. Попробуем повысить отношения. Да, чей-нибудь замок. Так, ты еще не боюсь ни с кем. Но будем следить за ним, пока пока он не откинется. Хотя я не думаю, что он откинется вроде чувак сильный. Только жалко отношения плохие, потому что у нас есть претензии друг на друга. Так, ну не будем экономить, конечно же. Прятаться иначе. Фокусник, конечно. Приглашаем. Да, и теперь еще отношения будем портить за то, что не соглашаюсь. Хотя те, кто не соглашаются с обычной, так отношения плохие. Опа, на, когда инженеры работают двин, я всегда нахожу возможность посетить их и поговорить о строительстве и архитектуре. У них такие интересные идеи. Строительство всегда было интересно, каким бы оно ни было, физически или абстрактным. Военное управление осады. Получаем осада плюс 20% военка, управление. Отлично. Добро пожаловать на пир. Теперь будем в зубпровке быстрее осаждать на 20%. Это жесть как много вообще-то. Судостроение ныть пока не будем. Что-то как-то отношения не сильно работают. О, господи, это мой вассал, который... А, этот чел отсюда хвалит фокусника. Блин, на пятерочку отношения гневные. Но мы терпеливы, верно? Мы терпеливы же. Или нет? Да, терпеливы мы. Многочесть, а военку конечно дает, но нет. Мушель пришел какой-то. Кто такой мушель этот? Мушель. Никакуще число ожидал, что будет лучшим. Так, а вас как дела? Ну, в принципе, мы не боимся, потому что находимся, находимся под Византией. В принципе, ничего страшного нет у нас от этих внешних врагов. Так, блин, у нас же этот чел здесь сидит. Нужно всего это самое. Сакрфайс. Опа. Опа. От стихи распространяет болезнь. Сифилис они распространяют? Можно увидеть, где она? Я чуть не вижу здесь сифилис. Только оспа одна. Ну, знаете, нам будет плевать на эту эпидемию, потому что два раза одним и тем же не заболеешь одновременно. Ну, по крайней мере в этой игре. Так, хорошо. Что теперь с вами вообще? Какой-то мессиво постоянно. Ну, короче, лишаемся черты честные. Кстати, что там оно давало? Интрига, минус, тепломатия, образованность. Только образованность убавилась и все, больше ничего не изменилось. Отлично. Так, чуть ждем и до чародей повышаемся. Там можно уже использовать будет одержимость демоническую, а значит и можем потом делать фасалов себе лояльных. Первым делом я хочу вот этого заодержимить, потом, наверное, вот этого. Кстати, может дохнуть. Пока не будем. Плохо, что культуры другой. Жду, пока у тебя сын родится и пробовал с ним отношения с тобой точнее и уже обучать его и теперь и культурно. Потому что нужно и культуру тоже пробок этих менять. Она очень медленно, но тут вообще есть законы, где можно культуру вот, где она, или мы не можем, да? О, ну здесь в Византии теперь есть культурная ассимиляция есть никакая, пассивная, ну, самая обычная, а есть активная, но так оно будет, короче, восстание больше просто. Зато быстрее будет культура меняться. Не знаю, насколько я этим не пользовался, но не знаю, в общем. Ну, вообще, нужно сейчас легализм поднимать, потому что вочно как бы тоже нужно. А то вот это 7,6 отношение минус 10 ко всем не очень приятно. Так, надеюсь, мы от него избавимся нас не спалят. Чувствующий христианство. Стивали мульку у него. Ай, заговор раскрыт. Ай, как хорошо. Все, теперь нужно его еще активнее убивать. Блин, а где... А, простите. Классно, когда здесь заговор раскрывают, теперь уже нельзя. Удовлетворенный? Не-не-не. Так, вот уже долгое время. Ага. Цинично, циничный это, конечно, духовенство. Блин, циничный он вроде даст нам вот сюда вот. А вот набожный отношение духовенства плюс 10 варенка и благочестие. Такое отношение наверсов. Блин, пресса набожным встать. Ну, как у нас с наверсами дела встают? Здесь, в принципе, у нас все свои. Блин, у меня сейчас мышка, короче, отрубилась из-за того, чтобы тарейка села. Хотя я только ее вчера оставил. Блин, никогда не покупайте мышки беспроводные. Такая жесть. Так, короче, ребят, я тут заметил то, что мы записываем уже достаточно долго, поэтому давайте мы на этом основимся. Что мы будем делать в следующей серии? Мы повысим отношения с нашими ребятами, ну, посредством демонической одержимости. Музыка. Потому что мы перейдем на уровень щараде и сможем как бы манипулировать нашими вассалами. А значит мы используем эту магию на него и еще и на него. Хотя вроде этого одного будет достаточно. И наконец-то мы сможем напасть вот сюда вот. Козлы. Все, отношения просто улучшим и все будет у нас отлично. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. До встречи.